Всем привет! Вы на канале Тати Тебе на И, и добро пожаловать на первый эпизод современного искусства в неожиданных странах, в котором мы отправимся исследовать мир современного искусства в странах, которые вы совсем не ожидали увидеть. От шумных улиц Боготы до скрытых жемчужин Хошимина. Я буду рассказывать о художниках и галереях, которые в свою очередь формируют будущее мира искусства. Так что пристегните ремни, возьмите паспорт и давайте отправимся в неожиданное путешествие. Сегодня мы подробно рассмотрим яркий динамичный пример современного искусства в Израиле. Для начала давайте разберемся, что делает его таким уникальным. Во-первых, важно понять богатое культурное наследие страны, которое глубоко укоренилось в еврейском эсцисизме и многовековой истории. Эта богатая история является постоянным источником вдохновения для израильских художников, которые всегда ищут новые способы связи со своими культурными корнями. И еще одним уникальным аспектом современного искусства Израиля является то, как оно затрагивает политические и социальные вопросы, исследуя продолжающийся конфликт в регионе или обращаясь к более широким темам, такие как гендер и сексуальность. Израильские художники используют свои работы, чтобы поднимать важные разговоры и бросить вызов предвзятым мнениям. Что касается собственного произведения искусства, то в Израиле вы найдете богатый разнообразный мир стилей и техник, от абстрактных картин до реалистичных скульптур. То же самое можно сказать и про самих деятелей искусств. Наше знакомство мы начнем с одного из наиболее известного художника, его имя Яэр Гарбус. Современный израильский художник, известный своими смелыми рестикуляционными картинами, которые опираются на богатое культурное наследие еврейского эсцисизма. Гарбус родился в 1950 году и уже более четырех десятилетий является влиятельной фигурой в мире израильского искусства, а его работы признаны за уникальное сочетание традиций и современности. Картины Гарбуса отличаются крупными масштабами, динамичными мазками и смелым использованием цвета. Его работы часто изображают фигуры и предметы из еврейского фольклора и мифологии, но у них также присутствуют элементы современных политических социальных комментариев. В результате получаются работы, которые одновременно глубоко укоренены в традиции и затрагивают проблемы настоящего времени. Одной из отличительных черт стиля Гарбуса является использованием мощных выразительных мазков, которые создают ощущение движения и энергии в его картинах. Он часто использует яркую живую цветовую палитру, которая усиливает эмоциональное воздействие его работ, ведь не просто так его картины часто заставляют задуматься. Еще одна художница, которая сегодня набирает обороты в Израиле – Сигалит Ландау. Она известна своими скульптурами, инсталляциями и видео, которые часто включают в себя элементы ландшафта и архитектуры, создавая работы, которые в равной степени относятся как к месту, так и к форме. Работа Ландау отличается вниманием к деталям и использованием необычных материалов, такие как соль, черно-алюминевая проволока, вода или даже почва. Одна из самых известных работ Ландау – «Инсталяется колючий обруч». Она состоит из серии видео и фотографий, где Ландау выступает с колючими обручами, вращая их вокруг своего тела и используя их как инструмент самовыражения и сопротивления. Другим ключевым аспектом творчества Ландау является ее интерес к взаимоотношениям между людьми и окружающей средой. Исследует ли она эти отношения или влияние конфликтов в мире, в целом скульптура и инсталляции видео Секелит Ландау является мощным выражением ее идей и ее видения. Не будем забывать и о Моше Гершоне – израильский художник-абстракционист и известный своими минималистичными монохромными картинами, которые раздвигают границы традиционной абстракции. Он является знаменитой фигурой в мире израильского искусства, а его работой признаны за новаторский подход к живописи. Картина Гершоне отличается простотой и сосредоточенностью на цвете, форме и текстуре. Он часто работает с монохроматической цветовой палитрой, исследуя нюансы одного оттенка и то, как он может быть использован для создания глубины и текстуры. Его картины часто имеют большой масштаб, и в них часто присутствуют элементы случайности и интуиции. А также – ощущение процесса и эволюции. Одной из отличительных черт стиля Гершоне является использование капель, брызг и других шестикуляционных знаков, которые придают ощущение энергии и движение его минимальным остальным работам. Он также часто использует редуктивный подход к живописи, упрощая свои формы и удаляя все, что не является существенным для общей композиции. В Израиле богат и разнообразный художественный мир, где множество талантливых художников расширяет границы возможного искусства. Теперь давайте посмотрим на Ниру Берек. Берек – художница, работающая с различными медиа, включая фотографии, видео и перформанс. В ее работах часто затрагиваются сложные политические и социальные проблемы современного Израиля, и она известна тем, что использует юмор и сатиру для решения этих проблем. Еще одна талантливая художница, о которой стоит упомянуть – Эйнат Амир. Амир – перформансистка, который в своих работах исследует темы идентичности, гендера и власти. Ее перформансы часто являются специфическими и иммерсивными, и они бросают вызов традиционным представлениям о том, каким может быть перформанс. Ноа Эшкаль – израильская художница, наиболее известная своим новаторским подходом к текстилю и ковровому искусству. Ковры Эшкаль отличаются сложными и высоко структурированными узорами, которые создаются с помощью сочетания математики и интуиции. Ее работы сравнивают с абстрактным геометрическим искусством русских конструктивистов и минималистов. Но ковры Эшкаль также отражают ее интерес к движению и телу. Работы Эшкаль не получили широкого признания при ее жизни, а в последние годы интерес к ее коврам возродился. В 2018 году Музей Израиля в Иерусалиме провел большую ретроспективу работ Эшкаль, в которую вошли как ее ковры, так и система танцевальных нотаций. И, наконец, у нас есть видеохудожник Дана Леви. Работы Леви часто исследуют темы памяти и истории, и она известна своей способностью создавать мощные эмоционально резонирующие работы. Которые говорят о человеческом опыте. Это были лишь несколько примеров из множества талантливых современных художников, с которыми стоит познакомиться. Независимо от того, являетесь ли вы поклонником живописи, скульптуры или любого другого вида искусства, нельзя отрицать, что сегодняшние художники – действительно уникальная и захватывающая часть мирового искусства. Интересуйтесь, узнавайте и пробуйте. Меня зовут Тати. До новых встреч!